Все важнейшие события форума найдут отражение в эфире национальной телерадиокомпании Чуваши. А сегодня проверить готовность объектов отправилась наша съемочная группа. Наш телевизионный марафон начнется уже с традиционной утренней зарядки со звездой, которую проведет известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Вот здесь на Красной площади приобщаться к здоровому образу жизни по предварительным данным будет около 10 тысяч горожан. Кстати, стать свидетелем исторического события в режиме онлайн можно будет на национальном телевидении Чувашии. Здесь же, в самом центре столицы Чувашии, на Красной площади в 12 часов дадут старт первому международному дню ходьбы. Под руководством ходоков школы Олимпийского резерва Чувашии участники пройдут пешим маршрутом вокруг Чебоксарского залива. Также будет возможность пообщаться с детским центром Орленок в городе Анапа и Олимпийским парком в Сочи в режиме видеоконференции. Необычный флешмоб ждет всех присутствующих на мероприятии. Живое слово ГТО будет сложено из 800 человек. А прямо за моей спиной на стадионе «Спартак» в честь единого дня сдачи норматива все желающие смогут проверить свои силы, пройти тест по различным спортивным дисциплинам. Все те, кто дружит со спортом, также смогут проявить себя. Легкая атлетика, армспорт, фигурное катание, а также триатлон, настольный теннис и велоспорт-мутинбайк. По всем этим направлениям пройдут соревнования в различных спортивных комплексах городов Чебоксары и Новочебоксарск. В единстве спорта – единство мира. Стратегия общих интересов. Под таким девизом пройдет пленарное заседание в Ледовом дворце «Сокол» города Новочебоксарска. С 13 до 18 часов центральная улица города, улица Карла Маркса, превратится в спортивный бульвар. Шоу начнется у гостиницы «Чувашия» и продлится до Красной площади. Каждый желающий сможет оказаться в мире спорта, здоровья и активного образа жизни. Одной из самых необычных площадок обещает стать музыкальный ринг. Рок-группы городов Чебоксары и Новочебоксарск будут играть для всех присутствующих прямо с крыши ресторана «Центральный». На протяжении всего форума «Россия и спортивная держава» на площади республики будут работать международные выставки-экспозиции, посвященные инновационному развитию спортивной отрасли, крупным спортивным мероприятиям, которые состоятся в России в ближайшие годы, профильной печатной продукции, мультимедиа и интернет-ресурсам. Например, почувствовать приближение грандиозного футбольного праздника можно будет, посетив павильон Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Также будут представлены стенды и других международных спортивных соревнований. Например, Чемпионаты мира по водным видам спорта, а также Всемирные зимние универсиады. Кстати, 9 октября объявлен днем без автомобиля, а это значит, что движение будет временно ограничено. Так что в дни проведения главного спортивного мероприятия лучше всего оставить личный транспорт дома и перемещаться только на общественном транспорте. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика.